Пробовали, внедряли, смотрели, что лучше подходит для наших ветеранов. В том числе были реализованы проекты по когнитивно-поведенческой терапии, когда ветеран может выявить у себя проблемы, проговорить их вслух. В том числе, что мы еще реализовали? Телесно-ориентированную терапию. Это набор неких инструментов, позволяющих ветерану заземлиться, что называется, когда у него паническая атака или он находится в стрессовой ситуации. Кроме того, большой интерес у ветеранов вызвала арт-терапия. Они рисуют, они на бумагу выплескивают все то, что они не могут проговорить вслух, поэтому это достаточно такой удачный опыт. И я могу сказать, что, в принципе, любой вид деятельности, который помогает ветерану выйти из ПТСР, он очень важен. То есть если он уходит в религию, если он ищет себя там в церкви, это хорошо. Если он занимается арт-терапией, рисует картины, это прекрасно. Если он уходит в спорт, это тоже прекрасно. Пусть играет в футбол, пусть бегает, прыгает, все что угодно, что позволяет ему не законсервироваться, не закрыться. Больше, когда вернусь, первое за все психологическая реабилитация, это первое за все общение после того с братьями. Как ты вернулся, как дома, как дела, как это все, это все идет в формате телефонных звонков, списывания, какого-то такого. Потом уже идут запрошения на заходы спильные, где мы, державные свята, где ветерани могут еще раз поспілкуваться, там что набралось, висловить свои какие-то эмоции, какие-то свои слова, дии. То есть пребывание в побратимской среде. Да, в побратимской среде, воно так позитивно впливает. Просто поговорить, например, тот же, я как их спилкую с побратимами, не все живут как в местах, где мы можем собраться, асоциации. Деякие живут в Карпатах, в горах, в лесах, и им не мало до кого пойти. Десь там один-два ветерани, ну, пішу в селищную раду, там, сельский працівник, социальный, поспілкувался, все. А так там, в любой точке Украины, набираю телефон, друзья, я там живу в горах десь далеко, мені погано, нема куда пойти, порадьте поговорить зі мною. Субтитрувальниця Оля Шор